Милосердие предпочтительнее справедливости, считал знаменитый французский философ XVIII века. И кажется, в случае с жителем нашего города Александром Петровичем Парамоновым, о котором мы уже однажды вам рассказывали, это правильно вдвойне. Глядя на то, как последние 10 лет живет этот человек, думаешь, наверное, за все свои ошибки он уже заплатил. Но его близким так не кажется. И они продолжают жить в равнодушии к человеку, который когда-то был равнодушен к ним. Так сказать, маленькая месть. Но на свете много других, которые не ждут благодарности и славы. Они просто исполняют свой долг, помогая таким, как наш герой. Беда одного человека заставила сразу несколько организаций объединиться. И вот представители Управления социальной защиты населения, Центра социального обслуживания «Вера» и активисты отделения «Молодой гвардии» приехали к Александру Парамонову. Даже подарок привезли – трость. Мы пришли к общему мнению, что человеку нужно помочь в плане уборки квартиры. А что-то еще, если он попросит, что будет в наших силах, мы тоже поможем. С уборки и начали. Освободить комнату от хлама оказалось делом непростым. С десяток старых телевизоров, сломанный холодильник, куча тряпьяния, как добывшей одеждой, все на свалку. Ни один десяток пакетов с бытовыми отходами. Туда же. Все время, пока ребята убирались, Александр Петрович сидел в комнате бывшей супруги и, казалось, не совсем понимал, что происходит. А что мне там убираться? Убираться нечем. Уберут лишние, может быть, вещи какие-то не нужны. А какие там лишние? Там сло. Да у меня там свалка какая-то. Привычка жить в подобных условиях не вызывает удивления. Пожилой человек давно перестал верить в себя, в окружающих, в жизнь. Ничего я не хочу. Ну неужели уже так все, на все опустили руки? Жить-то хочется? Нет. Ужасное, жуткое ощущение. Так люди и не должны жить. Поэтому у тех людей, которые добрыли сердца, должны все-таки вот именно так относиться к этому. Молодогвардейцы Борис и Екатерина Говоровы – молодая супружеская пара. Вместо того, чтобы провести вечер с семьей, с ребенком они здесь. Слепота Александра Парамонова – повод для оформления инвалидности. А в последующем и определение его в дом инвалидов. Но для этого необходимо положить его в больницу на обследование. Помочь в этом бывшая супруга тоже не хочет. Старые обиды ожесточили. Вот я должна, вот дочь должна. А когда он был должен, на человеке все было нормально. Когда он прислал в пенсию – 30-20 рублей. Все было нормально. Сотрудники социальной защиты и Центра Вера тем временем подготовили заявление в прокуратуру от имени Александра Петровича, на котором долгие годы числятся неведомые ему ИП, а также автомобиль. Прошу провести проверку по факту мошеннических действий неустановленных лиц по оформлению на мое имя индивидуального предпринимателя. Ну, здесь номер. Я никогда предпринимательской иной коммерческой деятельностью не занимался. Вот здесь. Навести порядок в комнате до конца оказалось невозможным. Следующий шаг – пригласить сюда работников СЭС. Комната требует дезинфекции. Но теперь, когда наш герой оказался под защитой социальных служб, хочется верить, что и желание жить к нему вернется. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.